христос воскрес воистину воскрес с вами армининки ребята я поздравляю всех христиан с пасхой и мы продолжаем кампанию за армию так и лекийскую армию в прошлом эпизоде мы захватили химс благодаря нашим союзникам крестоносцам этом эпизоде мы постараемся захватить халабу и сейчас наберем армию вот этих сюда еще может кавказских парни с топорами сюда наймем пару отрядов здесь и здесь тоже можно местных взять сирийцев они 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 намного слабее чем наши салманопаги армянские у нас принцессы нету сейчас думаю скоро будет до принцесса вот эта девушка через пару лет будет уже можно его использовать как дипломат будет совершеннолетной в общем это кто ас гавалерия аспетов то есть аспеты это рыцарь можно еще вот этих ладно только за монополу отправим вот этих сюда вот этих сюда все наверное закончим ход это кто такие наемные что ли что не дожди с когда у меня будут двое не азаты мечники азаты то есть ладно закончим ход я такие думал что сейчас турецкий посол наклонит голову ничего не скажет элитик философ казнен не знаю о ком о ком речь идет посла отправляем на север вот тут гаиди должны быть где-то здесь ни о чем ни о чем и двигаемся на запад где наш лазутчик нашего лазутчик отправим сюда посмотрим какие у них тут армии много комных лучников это плохо и альмянский город да можно попытаться ну после того как мы возьмем халаб конечно купца отправим сюда разводим купца крестоносцев все получается еще еще один должен быть следующем ходу попробуем построим порт вот этот торговый порт еще в авке что-то нужно построить вставлене строле но нам не ну там нужна мастерская брони пока что тут нечего строить тут нечего тут нечего сиси тоже ладно строим строим мастерскую и еще наймем посла потому что другой посол находится очень далеко на востоке тут на наши парни готовы отправляем сюда объединяем в одну армию сам он напал сюда не этих не возьмем а ведь уже готов сражаться а ведь стал совершеннолетним он сын нашего великого полководца его на инженера старший сын и довольно такой талантливый военачальник смотрите он только что стал совершеннолетним и у него есть один два три четыре пять шесть шесть звездочек это довольно много для 16 летного парня у нас скоро будет еще принцесса и живи дадим ее замужем у нас будет еще один новый военачальник то есть его муж это кто такой албаситский аюбитский купец торговец то есть и взглянем на баланс сил византийцы войском самые сильные финансовом плане грузы грузины самые сильные аюбиты у аюбитов больше всего население и в общем византийцы самые сильные в общем итоге да пока что никого не можно нанять денег не хватает но все таки давайте убедим это мастерской мастерской и наймем отряды наймем этих местных кто такие сирийцы да сирийцев возьмем пару еще еще сирийцев этих можно отправить сюда но не не можно их тренировать деньги оставим на потом все заканчиваем ход снова турецкий посол не занимается ничем новое задание блокировать этот борт конечно тупое задание и не будем обращать на это задание внимание попытаемся разорить этого парня да нет нету шансов против его попытаемся разорить грузинского торговца да блин он сам разорил нас нового купца сейчас возьмем наймем всех этих отправляем к алветису алветиса сюда отправляем этих сирийцев тоже к алветису сейчас нам нужны стрелки много много стрелков надо взять потому что у них тут спам гонных лучников гонные лучники дешевые тут еще арбалетчики есть арбалетчиков возьмем и тут можно хорошеньких лучников этих этих гонные лучники очень то очень дорогие так что не возьмем но у них защита ближнем бою довольно хорошая для гонных лучников еще арбалетчиков итальянских это кто такие это это у нас вешапы драконы драконов больше не надо в легкую иконницу возьмем еще пару отрядов чтобы их клонных лучников поймали и можно можно тут еще порт построить где наш посол посла отправляем к византийцам союз но они конечно же не согласятся да да это что принцесса а принцесса крестоносцев бланчи лузинян кстати лузиняне в геликийской армии тоже рулили когда в общем у нашего короля не было сына не помню у какого короля и муж ее его дочери был один из лузинянов был французом в общем и следующим королем стал его внук то есть сын дочери лузиняне так лузиняне начали рулить армению ну это не сказал бы что уже можно было называть их французской французской семьей потому что они считались армянской семьей наполовину армяне наполовину французы и самое интересное что у них фамилия звучит как армянская фамилия лузиняне да звучит как типичная армянская фамилия армянская фамилия армянская фамилия армянская фамилия ну оставляем потому что тут турки ядр закончим ход пока посла отправляем сюда вот тут ходили до ходили торговый договор и они соглашаются мы стыкаемся вперед да где наши лучники вот уже я вижу нашу принцессу лучников и легкую каву отправим к нашему а в тису еще тут должна быть за легкая кава вот думаю это хватит на то что разбить эту армию у нас нет нашего купца отправим на грудинского попытаемся разорить его шансов почти нету или на юбицкого давайте идут а юбицкого попробуем ну получается неплохо и еще порт построим мерсис багрятуни что ли нет багрятуниан багрятуниан это другой фамилия и подождем еще один ход и наверное нападем нападем на халабу это кто мерсис багрятуниан мерсис багрятуниан отправляем сюда пока что не будем так сказать атаковать грузинского торговца потому что он слишком силен для нашего торговца и заканчиваем ход да сельджуки 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 они очень хотят напасть на нас но война с византийцами не позволяет им делать это с византией у нас очень плохо все это нас не интересует посла на запад отправляем это кто тоже гориды это гориды арбалетчика тоже отправим к в тису этого арбалетчика арбалетчика тоже может иконного лучника тоже ладно все влачине мест нету в общем мест нету не знаю кого убрать отсюда да ладно со всеми пойдем вперед а да на вода не у нас христианство рулит так что не надо церковь построить поле все заканчиваем ход и Продолжение следует... 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 Перемотку сделаем пока что. Подкрепление идет. Ну они не будут напасть. Походу даже лучше. Постреляем немножко. Убьем половину. Войска. Потом нападем. Не вот эти. А это коммилушники. Они стреляют и отступают. Мы убили только 1%. Их войска. Они вообще 0%. Этих парней. Немножко впидет. Чтобы открыли. Место для наших лучников. А то они. Не могут нормально стрелять. Так. Этих парней сюда. Это кто такие? Клонные лучники что ли? Не. Клонные всадники. С дубинками. Надо укрепить. Надо укрепить. Наш строй. Потому что. Хороший чардж. Может разбить этот строй. Гену сюда. Этих парней сюда. Надо по-быстренькому. Подкрепление отправить. Этими парнями. Вот отсюда можем напасть на Калву. Все. Все отлично получилось. Это кто? Гена. Не надо. Отступаем. Все. Ждем. Сейчас наши стрельки. Порвут всех на куски. Потом легкой конницей. Поймаем всех. Бежащих. Топорами. Атакуем. А это пилами бросают наши вишапы. На этих будем метаспилами. Тут побольше людей. Этих парней сюда. На всякий случай. Если они. Попытаются за тифтиль. Не бросают наши. Вишапы пилами. Все. Я думаю. Мы выиграли. Звук. Снова отключился. У меня. Ладно. Фиг с ней. С этим. Тут вражеский генерал. Да? Походу. Нашу гену отправим. На их кену. Это кто? Легкая каверри. Да. Комные лучники. Попытаемся поймать их. У них конечно. Отряд генерала. Побольше чем у нас. 49 человек. Включим все таки звук. Так не интересно. Тут. Всех порвали. Всеми атакуем этих. Да не. Вот их кена. Он сдох. То есть не сдох. Он просто бежит. У наших элитных лучников стрел почти нету. Это наши элитные лучники. У дешевых тоже нету. Да? Походу только у арбалетчика есть. Не знаю сколько там у них боеприпаса. Вообще бывает у арбалетчика. Но одно точно знаю. Они помедленнее стреляют. И может. И поэтому у них. Так много стрел. Есть. Ладно перемотку сделаем. Уже все понятно. Можно к Геной. В тыл зайти. Это кто такие? Не они не смогут убить. Моих лучников. Гену отправляем в тил. Еще пытаемся убить этих лучников. Все. Тут все уже понятно. Эти ничего нам не сделают. Просто тут надо добить. Остатков. И все. Это кто такие? Курдские воины. Убили наконец-то их полководца. И пытаемся поймать. Все эти отряды. Все эти. Всех этих солдат. Поймать и попытаемся. И звук снова отключился. Блин. В общем. Выходим из игры. То есть из бога. Сейчас уже будет очень легко взять халабу. Ну все. Мы всех убили. Никого не осталось. Без каких-то сопротивлений. Возьмем халабу. Все. Взяли. Звук. Пока что звука нету. Да. Нужно уже думать о северных городах. Вот это. Алруха. Алруху. Отправим шпиона туда. Ничего не видно. Да. Не. Пока что подойдем. Построим церквушку. Вот это. Маленькая. Церквушка. Православная. Где наш посол-то? Вот. Отправим его на запад. Тут должны быть. Кто-то должен быть тут. Думаю. Вот тут город должен быть. И. Эту армию можем отправить. Вот сюда. Пока что. Купца. Где наш купец? Купца. Купца отправлена. Аббаситского. Купца. Попытаемся разодеть. Не получается. Хоть не потеяли. Вот. Этого можем попробовать. Нет. Этого не сможем. Грузинского тоже не сможем. Думаю. Все. Заканчиваем ход. Подходящий принц. Принц. Не самый талантливый. Конечно. Принц. Так вот. Вагра. Спунян. Возьмем. Возьмем. Станет нормальным человеком. В будущем. Надеемся. Станет нормальный человеком. Отправим его. В хамат. Тут у нас нету. Вай начальника. И построим еще дороги. Ладно. Поле. Пусть будет поле. И да. Церковь готов. Ну думаю еще церковь. Нужно построить еще церковь. Тут мусульмаство. Ислам рулит. Нет. Убедем поле. Построим церковь. Или вот это лучше. Нет. Это лучше. И еще. Старствуйте еще порт можно. Построить. Как у нас тут общественный порядок. Очень хорошо. Тут у нас очень хорошее. Хороший общественный порядок. Но думаю пока что не надо убрать армию оттуда. Отправим купца на грузинский порядок. Наверное. 20% не 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 стоит. Где же наш посол. Вот он. Отправляем на запад. И посмотрим. Вот нашли. Это кто такие? Хорезми. Хорезмское царство. Которые насмеялись над Чингисханом. И которых. Чингисхан. Стер с лица земли. Ну ладно ребята. Закончим. Этот эпизод. Здесь. И продолжим. Попозже. Спасибо за просмотр. И удачи. Спасибо за просмотр. Удачи. Продолжение следует...